Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке поговорим о том, что такое массив. Массив это упорядочиваемый набор элементов, который объявляется при помощи вот таких вот квадратных скобок. Индексация массива, то есть по индексу, если мы хотим что-то вывести, мы начинаем с 0. В данном случае мы имеем нулевой индекс и нулевое значение. Если мы здесь вот раскроем, я в консоли уже вывел значение, по левой части мы видим индексы, по правое значение. То же самое со вторым массивом, то есть слева получается у нас индекс, справа значение. Еще стоит разобрать то, что массивы, как правило, они или же, допустим, цифровые, или же какие-то строчные. То есть у нас значения у них, как правило, должны быть одинакового типа. То есть если мы работаем с числами, то это числовые значения. Строки – это строки. Ну и если мы, конечно же, хотим вывести какой-то элемент массива, мы можем воспользоваться конструкцией, написать digits. Далее мы просто указываем квадратные скобки. И здесь указываем, по какому индексу мы хотим обратиться. Допустим, нулевой индекс. Давайте мы посмотрим. Я здесь выведу в строке, что мы работаем с digits 0, то есть с первым индексом. Вот мы получаем значение 0. Вот так вот работает массив. Тут ничего сложного нет. Мы в дальнейшем разберем, как работает перебор массива. Также еще есть очень важный функционал. Он встроенный. Мы можем проверять, какое у нас количество элементов в массиве. Если мы напишем digits.length, мы выведем значение, которое покажет нам количество элементов в массиве. То есть у нас их 7. Смотрим 1, 2, 3, 4. То есть мы начинаем с 0. Получаем 7 элементов. Также еще стоит рассмотреть то, что мы можем выводить индекс какого-либо, точнее получить по индексу какой-либо элемент. Для этого мы также можем воспользоваться командой. То есть у нас так же самое, как и в объектах, есть своя команда. Мы можем написать, что это digits. Написать индекс.of. Это вот такая функция встроенная, которая нам позволяет найти число. Мы, допустим, выведем число 3. Давайте сохраним. И мы видим, что у него индекс 3. Если мы выведем, допустим, массив letters, посмотрим. Выведем из него индекс нашего элемента. Смотрим. Сейчас у нас ошибка вылазит. Ошибка потому, что здесь нужно строгое приведение типа. То есть мы должны показать, что здесь у нас строка. Давайте я сохраню и посмотрим. Мы получаем 1. То есть у нас начинается с 0, 0, 0, 1. Получаем первый элемент. Если элемент отсутствует, допустим, мы введем какое-то другое значение, мы получаем минус 1. Чтобы мы не вписали, при неправильном ложном значении мы получаем значение минус 1. Друзья, это все, что я хотел в данном видео рассказать. В следующих видео мы более детально разберемся вообще в целом по работе с массивами, что в них есть особенного и как с ними работать. Перебирать и тому подобное. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!